Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, с некоторой периодичностью, ну, я бы сказал, раза два-три в неделю, просматривая комментарии, ну, ваши комментарии мои драгоценные, встречаешь агентов, агентов сил зла, агентов инсектоида Бовы. Помните такого персонажа, который против архонтов, против архонтов борется какие-то, завывание собирает целые собрания и, значит, взывают кому-то к силам Вселенной, что, как говорится, помогите нам, иначе нас тут всех сожрут. Ну, действительно, друзья мои, что нас тут жрут поедом, это правда, это правда. В этом таракан Бова, вот этот паучара прав. Но, с другой стороны, понимаете, что он-то и сам участвует в этом процессе пожирания, он сам является хищником, который только разве что кричит там «Держите вора», являясь самостоятельно, да, против каких-то архонтов, против всех, против инопланетян, против еще каких-то злодеев, всем наваляем, всем, скажем, свою, так сказать, позицию, как говорится, не надо нас есть. Ну, друзья мои, понятно. И периодически какие-то агенты Бовы, или он сам там с разных аккаунтов все пишет, «Мистик, прими клятву там славянских народов, немедленно, иначе, как говорится, ты опозоришь себя». Каждый раз я делаю просто пиу, блокирую вот это вот некое существо, которое влезает и требует каких-то клятв от меня. Ну и, друзья мои, дело в том, что от меня-то ладно, а часто эти клятвы требуют от вас. А потом выясняется, что ваша удача, ваше здоровье, здоровье вашей семьи, благополучие, вот прямо милым делом утекает, а куда – неизвестно. Ну, как мы понимаем, в сети вот этого Бовы, или других таких Бов, потому что вот этих, друзья мои, пауков, паучих, мерзких вот отратительных жаб, во всяком случае и в Ютубе, во всех этих хватает. И всегда они говорят о хорошем, что мы там за все хорошее против всего плохого. Конечно, никто из них не говорит, что мы мерзавцы, мы съедим и сожрем вашу удачу, вашу жизненную силу, вашу личную силу под какими-то своими лозунгами, да, все за добро, все за добро, все против плохого, все плохие, мы хорошие. Да, вот это вот самый явный признак, когда говорят все плохие, мы хорошие, значит, как бы тут стоит посмотреть. Просто даже, может быть, ну, согласиться, но постоять в сторонке, сказать, извините, ребята, у меня мнение моей души, посмотреть именно своей душой, потому что так много, друзья мои. Я, конечно, не смотрю многих, но вот влезают, видите, Бова все время свои эти щупальца, свою паутину тянет, тянет и, так сказать, ко мне лично, ну и, так сказать, к зрителям, к зрителям, к подписчикам нашего с вами, друзья, канала. Поэтому будьте осторожны. Вот эти вот разные граждане, которые влезают и пытаются внести разлад, пытаются что-то такое, какие-то вопросы заумные задавать, на самом деле за ними прячутся вот те же инсектоиды. Это они обычно так же раскачивают ситуацию, внедряются, цепляют вас за что-то, за какое-то... Вы возмущаетесь, начинаете с ними припираться или начинаете с ними соглашаться. В любом случае вы попали. Они внедрили вас в паутину и начинают качать. Да, вот таких троллей встречается очень много. Вроде они такие умные, разумные, и... Ну, их часто очень быстро видно. Если вы чувствуете, вы имеете астральный нюх, просто понюхали, понятно, понятно, инсекты, значит, огнем паутинку надо сжечь. И, так сказать, по необходимости, если к вам лезут эти тараканы, надо их прихлопывать. Потому что, ну, одно дело еще вы, а другое дело все-таки ваши близкие, ваши семьи, ваши животные. Потому что они-то могут пострадать больше, чем вы. Так что, драгоценные мои друзья, надо, надо работать. Надо иметь чутье. А вот это вот банда мерзавцев. Я бы, друзья мои, их вообще не трогал. Потому что мне вот эти приопирательства, да, с кем-то... Ну, если кто-то из них пытается на дядюшку Мистика что-то такое навалить, то, извините, на меня где сядешь, там и слезешь. И слезешь, может быть, даже без ног и без головы. Вот так вот. Поэтому всех этих мерзавцев, которые там охотятся за чистыми талантливыми душами, ну, вот, друзья мои, по мере необходимости я вам показываю. Ну, это лично мое мнение. Вы можете лично посмотреть, убедиться. Вот, к примеру, что Надя Токарева со своими там, со своей этой бандой Берегинь, это отвратительное мерзкое болото, да, которое под хорошими делами делают грязные вещи. отвратительно. Что Антоша поддубный таракан, ну, он слабый, конечно, потому что он все это не это. Бова из той же степени, из той же стерии сидит такой паук и сосет кровь народную. Ну, о мелких там, так сказать, бедухи, пердухи всей этой бригаде говорить нечего. Плохо, друзья мои. Но на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. А мы с вами должны быть такими карасями с зубами, чтобы щуки отвалить, если это необходимо. В общем, будьте осторожны, потому что на самом деле подключение можно получить и вот от того, что вы соглашаетесь или не соглашаетесь, начинаете спорить. Если вы эмоционально включились вот в этот процесс, говорите, да, там, Бова козел, да, там, это, это, там, жабок, да, вот, вы как бы за них цепляйтесь и они цепляются за вас. Поэтому самое важное отключиться от них и как бы все сказать. Мне все ясно. Без гнева, без злости, без эмоционально, потому что за эмоции зацепились и поначалу вроде ничего, вы даже забыли о них. А потом смотрите, просматриваете свое тело, свои энергоцентры, а там пятна, а там еще что-то. А вы думаете, ага, а что я делал-то? Ничего не делал. Просто видосик посмотрел, какой-нибудь там старушке в очочках такая, которая тю-тю-тю-тю-тю, все там, как говорится, мир и благость, там такие молельницы. Молельницы, которые, знаете, молятся-то, ну, явно совсем не тем богам, о которых говорят, а жертвы свои данюшку свою отправляют совсем в другие миры. Ну, вот, друзья мои, так с возмущением тоже эмоционально как бы прихлопнем всех тараканов и всех этих гадов, которые пытаются, чтобы отравились они нашей, так сказать, плотью рабочей, крестьянской. Все драгоценное, пока, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова